ПОСТАВИТЬ БЕЗОШИБОЧНЫЙ ДИАГНОС Базовая реанимация, расширенная реанимация, сортировка пострадавших и оказание помощи в ДТП, творческий конкурс, ралли, теоретический этап. На всех этапах команда показала хорошие базовые знания, физическую подготовку, умелость. Оказание экстренной помощи при сердечных приступах, костных травмах, ожогах, отравлениях и остановках дыхания. Это то, с чем медики сталкиваются ежедневно. Испытания прошли и водители скорых. На этапе ралли продемонстрировали навыки вождения автомобиля. Подготовка к этому конкурсу заняла достаточно много времени. Сотрудники приходили после работы, оставались после ночных дежурств. Было проведено очень много тренировок, репетиций. Номинировались мы по результатам этих соревнований. Первое место лучшая бригада отделения скорой помощи городской больницы в Югре. Номинировались мы также на лучший теоретик и получили переходный кубок первых команд. 22 команды, более 100 медицинских работников, сложнейшие практические задачи и теоретические тесты. Участие в пятом конкурсе профессионального мастерства – это не просто возможность испытать свои силы, но и шанс подтвердить звание лучшей бригады скорой медицинской помощи Югры. Лучшая бригада отделения скорой медицинской помощи городской больницы с суммой 144 балла ровно. Адреналин! И это далеко не единственная победа лангипасских медиков. Без участия специалистов в городской больнице не обходится ни один профессиональный конкурс. Накануне заслуженную награду получила дерматолог Инна Новикова. Она стала серебряным призером в окружном конкурсе «Врач года». Наряду с окружным лангипасские врачи добиваются и всероссийского признания. Заведующий терапевтическим отделением городской больницы Сергей Райлян получил благодарность федерального уровня. Признание Министерства здравоохранения, звание «Врач года», победы в окружных конкурсах профмастерства – почетно и приятно. Но самая главная благодарность за многолетний и профессиональный труд для лангипасских медиков – спасенные жизни. Субтитры создавал DimaTorzok